Привет всем на канале Нотик! Сегодня мы посмотрим на ноут для профессионалов ASUS ZenBook Pro 14 с сенсорным OLED экраном. Крышка немного собирает отпечатки пальцев и не проминается рукой. Весит ноут 1 килограмм 650 граммов. Брать его одной рукой очень легко и удобно. Корпус черного цвета выполнен полностью из алюминия. Крышка матовая с логотипом справа. Сзади расположены вентиляционные отверстия. Экран крепится двумя шарнирами по краям. Одной рукой ноут раскрывается на 140 градусов. Шарниры не тугие, но хорошо держат экран в одном положении. Диагональ глянцевого дисплея 14,5 дюймов. Разрешение 2,8к. Соотношение сторон 16 на 10. OLED матрица с максимальным углом обзора. Частота обновления 120 герц. Пиковая яркость 550 нит. Цветопередача 100% DCI-P3. Дисплей сенсорный и им очень удобно управлять как с помощью пальцев, так и с помощью стилуса. Отзывчивость моментальная. Смотреть в фильме и работать на дисплее одно удовольствие. Картинка просто потрясающая. С левого ноутбука разъем для зарядки, HDMI, USB 3.2 и сдвоенный миниджек. Справа кардридер SD, USB Type-C и Thunderbolt 4. Оба с поддержкой дисплейпорт. Также через Thunderbolt 4 можно заряжать ноутбук. Ноут оснащен 14 ядерным процессором Intel Core i9-13900H Raptor Lake с базовой частотой 2,6 ГГц. Видеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 с 8 ГБ видеопамяти. Оперативная память 16 ГБ DDR5. 4,8 ГГц. Скоростной SSD накопитель на 1 ТБ. Также ноутбук поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. На задней крышке 4 резиновые ножки, прорези для динамиков и вентиляционное отверстие. Откручиваем болты, снимаем крышку и попадаем внутрь. Внутри батарея на 76 Вт-часов. Время автономной работы до 10 часов при просмотре видео на максимальной яркости. Заряжается ноут очень быстро, за 40 минут. Динамики Harman Kardon. Имеют потрясающе громкий звук. Также громкость можно поднять в программе управления с помощью усилителя звука. SSD накопитель на 1 ТБ. Его можно заменить на более емкий. 16 ГБ оперативной памяти распаяна. Можно установить одну планку максимальным объемом 32 ГБ. Система охлаждения из двух вентиляторов. Справляется с графическими задачами, но не с играми. Клавиатура без цифрового блока. Имеет голубую подсветку. Клавиши нажимаются очень плавно и почти без шума. Печатать на ней очень легко и приятно. Пальцы не устают. Кнопка включения находится справа в клавиатуре. Тачпад большой. Пользоваться им удобно и приятно. Прокликивается по всей поверхности. Звук кликов очень тихий. Также в тачпаде есть Asus DL Pad, которым можно управлять в различных графических редакторах и приложениях. Несмотря на высокую отзывчивость, управление очень плавное и удобное. Камера 2 Мп находится в верхней части экрана. Сейчас звукоизображения идут с ноутбука. Камера пишет в Full HD разрешение 30 кадров в секунду. Картинка очень четкая и хорошо передает цвета. Для видеоконференции изображение просто отличное. Ну а качество звука выводы, как всегда, делайте сами. Все тесты были выполнены в режиме повышенной производительности. Машина показала очень хорошие результаты. Corona 10 выполнена за одну минуту. Все графические тесты показали максимальные результаты. Но он справился без проблем. Игровые тесты показали результаты похуже. Но все равно получили высокую оценку производительности. С игровым драйвером на видеокарте производительность в играх очень хорошая. Dota 2 на высоких настройках под записью дает более 100 кадров в секунду. Играть было очень приятно. Геймплей максимально плавный и красочный. Температура процессора в среднем была 72 градуса. Elden Ring на максимальных настройках с трассировкой лучей под запись выдает более 50 кадров в секунду. Картинка стабильная и плавная, без каких-либо фрезов и лагов. Без записи экрана машина выдает стабильно 60 кадров в секунду. Процессор нагревался до 77 градусов. Играть на лэптопе очень удобно, но он не предназначен для игр. С графическими работами он справляется без проблем. Но для игр системы охлаждения недостаточно. Лэптоп сильно греется во время гейминга. Поэтому лучше не подвергать его сильным нагрузкам. В комплекте с ноутбуком идет чехол, Ethernet адаптер, блок питания на 200 ватт и стилус. Стилус заряжается через разъем Type-C и имеет 4 сменных насадки. Лэптоп сделан отлично из лучших компонентов. Для профессионалов это будет прекрасным решением, так как с производительностью у ноута проблем нет, а экран создает идеальный комфорт. Все остальные детали лэптопа также подобраны под максимизацию комфорта при использовании. Стоимость ноутбука на 1 июля 2024 года 214 тысяч рублей. Все полезные ссылки в описании. Ну а с вами был Нотик. До новых встреч!